Всем привет! Обещал сегодня подробный ролик про то, как принимаются решения в клубе и вообще, как я принимаю решения в жизни. И получилось довольно много материала, потому что, ну, обширная тема, да, вообще поделиться своим мировоззрением про то, что ты делаешь каждый день. Поэтому решил разбить на две части, и будет побольшая часть следующая про, может быть, то, что большинство из вас еще не слышали в моем исполнении, про три параметра и как их комбинировать. Это свобода, эффективность и справедливость в рамках клуба Айкидо. То, что обычно говорится про какую-то общность социальную, про страну или какое-то общественное движение какое-то. Вот мы перекладываем это на клуб Айкидо, и про это будет большой кусочек. А сейчас один пример и немножко маленький кусочек в целом про то, как вообще входит информация в мозг и что с ней сделать. Да, не на уровне механики, а на уровне, вот опять же, принятия решений. Пример такой, пример, может быть, кто-то из вас слышал. Когда давно-давно готовился я сдавать экзамен на черный пояс на первый дан, это вчерашним роликом навеяло мне эту мысль опять, был у нас предпросмотр за какое-то время до экзамена. И Харикоси Сенси, японский наш мастер, у которого я тогда занимался, по школе которого это ученик Кабаэ Сенси, у которого мы сейчас занимаемся, он нас собрал, сделал предпросмотр, несколько раз были предпросмотры, и у нас были такие ожидания уже, что вот скоро нам раздадут черные пояса, мы столько тренируемся, мы такие молодцы, и вот был один из, ну, первый предпросмотр, не в этот же семинар у нас должен был быть экзамен, мы хотели, Сенсей хотел нас посмотреть, мы хотели заранее похвастаться, какие мы молодцы, показать ему, и типа на следующий семинар должен был быть экзамен, ну, мы так думали, так планировали. Он нас собрал, мы показали техники, ну, то есть целиком прогнали, как экзамен, в коротком формате, и видно было, что он, ну, не очень доволен результатом, хоть и такой покерфейс японский на лице, но вот он стал нам, прежде чем дать нам обратную связь, решил спросить, как вообще обстоят дела, и он стал спрашивать, а как долго вы, ребята, занимаетесь, и как часто вы занимаетесь, и даже несмотря на вот японский покерфейс, было видно, что он ответом удивлен, и он еще какое-то время подумал, прежде чем сформулировал то, что он нам сказал потом, да, а видно было, что не очень он доволен, много что не по форме, много что не так, в том, что мы делали, и, ну, мне кажется, что стандартный ответ, обычно, ну, больше занимайтесь, то есть ему казалось, что мы молодые, горячие, ну, насколько я понял, и мы просто не очень много занимаемся, не очень давно, нам нужен опыт, нам нужно просто тренироваться, 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 да, и там, типа, через годик вы едете на экзамен на черный пояс, ну, примерно так. А он услышал от нас, что, оказывается, занимаемся мы довольно давно, вот там были люди разного уровня, да, там я занимался, ну, несколько лет, но я занимался там по 10 раз в неделю, да, были люди, которые 5 лет и больше занимались, пусть не так часто, как я. Для Японии, ну, это... В Японии можно быстрее черный пояс существенно получить Но форма была совсем вся снята Он удивился, он задумался И аккуратно, очень с японской такой тактичностью сказал Ну, тогда, видимо, надо будет что-то поменять в самих тренировках Раз вы так много занимаетесь, так часто, так давно Для того, чтобы вы подготовились к экзамену И экзамен был через какое-то время Через приезд его, по-моему, не помню точно И он за нас взялся И начал вот опять, какая рука левая, какая нога правая Как ходить, как дышать, как смотреть и так далее Вот он прямо с базы, с базы начал нас выстраивать Хотя мы тогда вот были первые кью и думали, что нам пора сейчас экзамен За что ему огромная благодарность Потому что, ну, вот варианты были разные, да Он мог сказать, ой, все ужасно, все больше не приезжать Не хочу этот кошмар видеть, да Его никто не заставлял И я знаю потом по его словам, что в первый раз он приезжал Ему просто интересно было приехать в Россию Он не собирался браться за людей здесь Приехал, провел семинар, погулял, сходил в Эрмитаж Поехал домой И, в общем, до знакомства с ребятами он не собирался больше одного раза приезжать в Россию Но вот он взялся за нас, за что ему до сих пор огромная сердечная благодарность Вот, и смотрите, есть момент, когда разная информация приходит Вот эта информация нужна А как часто вы занимаетесь? А сколько вы занимаетесь? Японцы сейчас наши в Кабайсидодзе, они просто ведут учет всех, кто занимается И когда приходят на экзамен, у них прописано, кто сколько занимался И когда принимается решение, сдал, не сдал В том числе это учитывается Или не сдал, не сдал, а, допустим, не сдал Но какую обратную связь дать человеку? И самое простое, если человек редко занимается Он выходит, и видно, что у него не наработано, он не готов Возвращаемся к теме экзаменов опять То просто стандартная рекомендация, занимайся больше А другое дело, если, например, у кого-то из инструкторов Одну и ту же ошибку делают несколько человек То есть, Кабайсидодзе, большая организация, много залов Например, есть инструктор, у которого ученики стабильно одну и ту же ошибку делают Или один и тот же раздел хромает, недостаточно хорошо наработан То это звоночек для того, чтобы этому инструктору сказать Посмотри, у тебя недорабатывают вот это, вот это, вот это И это, скорее, ошибка инструктора Ну, если она статистически выявлена Опять же, возвращаясь к предыдущему Когда мы говорим, что у нас не очень часто на тренировках базовая работа с оружием сейчас встречается Не очень часто встречаются техники заги ханны хантач Хотя, опять же, с чем сравнивать? Если мы возьмем некоторые направления Пальцем тыкать не буду, но мы знаем таких Когда вообще никогда не делают работу в заги Ну, ханны хантач и заги Просто люди не делают работу на коленях Никогда им не показывают это на семинарах Соответственно, инструктора не делают здесь, на местах На регулярных тренировках этого нет А потом вдруг люди приезжают на экзамен на черный пояс к мастеру В другую европейскую страну, не будем называть И там оказывается, что вообще-то в программке половина раздела экзамена Это заги и ханны хантач И они не знают, как шагать на коленях Это проблема, это проблема методики Это проблема подачи материала Другая ситуация Если этот материал знаком людям, но они просто мало тренируются Каждый раз, когда видим косяки какие-то в заги Говорим, ребята, вы просто мало делаете базовые перемещения в заги И все время до тренировки, после делайте, пожалуйста С техникой все в порядке, но у вас многие плохо ходят Это ответственность ученика Подготовиться, если он знает, что у него много заги Это всегда баланс Один из моих знакомых, который сдавал на черный пояс Опять к вопросу о подготовке Он 12 килограмм сбросил Он в хорошей форме Он занимался всяким спортом Полупрофессионально, очень мощный такой дядька Но вот он поднабрал лишний вес Понимал, что на экзамене нужно зажечь И последние полгода перед экзаменом на первый дан Бегал по утрам, держал вес, питался Что-то еще, что-то еще Для того, чтобы хорошо выйти на экзамен При том, что он был не супер какой-то объемистый И был достаточно сильный, физически подготовленный Но вот он серьезно отнесся Он просто сбросил за примерно полгода, по-моему Он сбросил 12 килограмм Человек готовился к экзамену Он знал, что могут быть вопросы какие-то по скорости, по интенсивности Он может где-то сдуться Он подготовился Когда люди не могут уделить 5 минут перемещением заги на каждой тренировке Для того, чтобы подготовиться Зная, что у них на экзамен серьезно и много заги ханмихантачи Это они не подготовились Другое дело, если систематически 10 лет подряд Ни один инструктор не дает в принципе техники в заги А потом спрашивает их на экзамене Вот баланс Поэтому, возвращаясь к нашей теме К принятию решений и к получению информации В следующей большой части расскажу о том Как люди с одной и той же информацией в голове Принимают разные решения Исходя из своих предпочтений Из своей картины мира К чему, на что делать акцент Что они считают правильным То есть информация одна и та же Но при этом люди делают разные выводы Это нормально, потому что у них разный опыт Это абсолютно нормально Но всегда в нормальной ситуации человек хочет Исходя из той информации, которая у него есть Делать максимально эффективно Максимально полезно, максимально правильно Какую цель он сейчас преследует А другое дело, разный объем информации Вот объем информации Он глупый отказывается от информации Поэтому я прошу, дайте обратную связь Поэтому на экзаменах нам интересно знать А как часто этот человек занимается Он усердно занимается Как давно он занимается Эту информацию мы должны знать Но дальше занимается решение Ну уже по другим каким-то параметрам И вот тот же Харикоси-сенсей мог Поступить по-разному Посмотрев наше плохое выступление На предпросмотре всей группы Уехав в Японию и сказать Нет, эти балбесы что-то не то делают Я вообще не буду с ними связываться Либо мог дать всем черные пояса Прямо здесь и сейчас Несмотря на то, что ему не понравилось Но, грубо говоря, для галочки Для того, чтобы Если бы у него была такая задача Для того, чтобы Поставить себе где-то галочку Что у меня еще в России есть филиал Там есть черные пояса Можно раздавать их налево и направо К сожалению, некоторые так делают Но это никак не поможет тем людям Которые у него аттестуются Они будут думать, что они молодцы Делая всякую фигню Вот он пошел по пути Сказать аккуратно По-японски, вежливо Что, ребят, что-то не совсем так Но давайте мы будем Мы что-то поменяем в ваших тренировках Тренируйтесь так же усердно Я возьмусь за вашу технику Все будет хорошо Были люди при этом Которым это не понравилось Которым просто было обидно Что они 5 лет достаточно энергично Интенсивно занимались И тут им говорят Приезжает какой-то японец Говорит, что Нет, ребят, вы делаете не то То есть были люди Которые ушли из клуба Которые не захотели аттестоваться Которые после этого Не захотели заниматься Продолжать им было обидно Им было что-то еще И разные, как сказать Разные у всех картины мира Да, я не могу залезть в голову Я не знаю Но было досадно Казалось, что нет Мы все делаем правильно Зачем нас опять Как новичков построили И учат с какой ноги шагать Неприятно Жалко потерянного времени Жалко, что я там условно Пять лет занимался Не совсем тем Что было нужно Вот кто-то перестал заниматься Айкидо Кто-то продолжил заниматься сам Кто-то пошел в другой клуб Были люди, которые не выдержали Вот эту ситуацию Им не понравилось И каждый раз Да, когда, например Мы принимаем экзамен И человек сдает не очень И если это какая-то Пограничная ситуация То есть не так, что Он все делает неправильно Не понимает, что вышел на экзамен Но не сдал и не сдал Вот тебе список ошибок Тренируйся А когда пограничная ситуация И вот не очень понятно Он вроде занимается Но не то, чтобы очень часто Но может он дома ничего не делает Может еще что-то непонятно Вот тренеры начинают Фуфукуться между собой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин